МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Приветствую вас. Вначале о некоторых темах этого выпуска. Обеспокоена судьбой родного поселка? Какие сегодня настроения в Степном озере после деприватизации кучуксульфата? Почти 70 лет они держали планетарий. В Изумрудном разбирают колонны бывшего звездного дома. Путешественник из Санкт-Петербурга странствует по России. Дошел пешком и до Алтайского края, чем ему особенно приглянулся Бийск. Руководитель одного из подразделений Краевого управления юстиции обвиняется в получении взятки. Возбуждено уголопное дело. Предварительно установлено, что за прошедший год сотрудник ведомства получил взятку на общую сумму 200 тысяч рублей от директора строительной организации. Взамен должен был обеспечить взяткодателю контракты на ремонт в зданиях, расположенных в нескольких районах края, а затем принять работы без учета качества. Сотрудника юстиции обвиняют в получении взятки в крупном размере. Подозреваемый дал признательные показания. Правоохранители устанавливают всех причастных. Ну а теперь к теме, которая регулярно появлялась в нашем эфире. Жители поселка Степное озеро обеспокоены будущим своей малой родины. Здесь спустя полгода громких судебных разбирательств вокруг предприятия Кучук-Сульфат наконец лишился вопрос его руководителя. По данным госреестром, стал менеджер из Воронежа. Напомним, в июне Кучук-Сульфат деприватизировали. Как сегодня живет градообразующее предприятие, о чем обеспокоены жители, узнавала Анна Рашагирова. Еще на подъезде к Степному озеру высятся дымящие трубы Кучук-Сульфата. Ежедневно на этом заводе трудятся почти полторы тысячи местных жителей из шести. Так что у каждого здешних родственник, друг или он сам, напрямую связан с промышленным гигантом. Да и вообще, для самого поселка предприятие в свое время сделало немало. Блестит обновленный центр, отремонтирован ДК, повсюду клумбы. С виду город, а не поселок. Рабочие места – это, наверное, самое главное для поселка, в принципе. Во-вторых, он отапливает поселок. Также, ну вот все, что строится на поселке, все, что делается, это благодаря помощи Кучук-Сульфата. Церковь построена, дороги, ну это все при помощи. Ну что будет теперь при новом руководстве, пока жители рассуждать не берутся. Напомним, по решению суда все акции прежних собственников перешли к государству. Процесс деприватизации тянулся больше полугода, слушания шли по 12 часов. А сам процесс приковал к себе взгляды со всей России, ведь происходящее создавало прецедент. Решение, на мой взгляд, было готово уже. Поэтому она сегодня так днала, 12 часов, и надо было закончить. Ну, что сказать. У меня сложилось впечатление, что человек не разобрался в приватизации и не вникал. Накануне стало известно, что новым гендиректором Кучук-Сульфата стал воронежский менеджер Павел Крючков. Представители завода только в ожидании нового начальства. Говорить с нами о текущем положении дела уж тем более о планах не стали. Администрация поселка и района тоже. А жители признаются, пока в подвешенном состоянии. У меня сестра там работает, у меня дядя там работает. Сейчас они пока живут так, как жили до этого. Ну, знаете как, ну, не могу пока сравнить то, что вот участник был и то, что вот государство. Потому что только небольшой промежуток прошел времени. Но уже за кадром добавляют, может, будет лучше. Или, цитата, выжмут все и бросят. Зато как-то сомнительно настроение тех, кто работает на предприятии. Знаете, я, честно говоря, не знаю, потому что я только пришел с армии и работаю всего месяц. Слышал, что сейчас сокращают немного зарплаты, там, всякие льготы урезают. Совпадение или нет, но именно сейчас на предприятии стали увольнять сотрудников. Причины, говорит один из работников, находятся самые разные. И зачастую невеские для увольнения. Сотрудник предпочел скрыть лицо. Мало ли чем обернуться рассуждения. Ну, у нас, можно сказать, сократили на процентов 15 зарплату. На процентов 15 зарплату. А людей? Людей у нас до уменьшается, до пробавляется. Постоянно до одного уволили, мы ищем других. Сейчас вот опять мы дорабатываем, скоро проверка. Дальше вроде мы как должны будем еще месяц работать. Но из-за того, что у нас там все вверх тормашкой, то мы еще не знаем. Может, нас всех поувольняют, и мы просто уйдем. Между тем, ставить точку в вопросе передачи акций пока рано. По источникам сайта Толк, бывшие акционеры вновь готовятся к суду. Они собираются подавать кассационную жалобу в сентябре. Люди направят иски тем акционерам, у которых они приобретали ценные бумаги в 2009 году. И потребуют вернуть и стоимость акций, и миллиардные инвестиции, которые вложили в завод за почти 15 лет. Но что же будет с самим городообразующим предприятием и Степным озером? Остается догадываться. Анара Шагирова, Андрей Печоркин. День с толком. Страшное ДТП произошло сегодня на улице Трактовой в Барнауле. Женщина-водитель «Девятки» не справилась с управлением, выехала навстречу и столкнулась с другим автомобилем. Уехала машина, поворачивала налево. И то она как-то очень резко начала включить этот самый маячок и начала поворачивать. Следом ехала «Девятка», видать не увидала, потому что из-за нее и прямо из-за машины боком и юзом на тормозах улетела у меня со всей скоростью. Удар был настолько сильным, что от полученных травм женщина скончалась на месте аварии. На сегодняшний день, по данным ГИБДД, это уже 15-е за полгода ДТП со смертельным исходом. Всего на дорогах Барнаула с начала года произошло 326 аварий. Сотрудники ГИБДД просят быть горожан внимательны за рулем. Только за минувшие выходные в Барнауле случилось сразу несколько трагедий на воде. В Аби утонули трое взрослых, и печальная статистика не останавливается. С начала года в реках и озерах края утонуло 35 человек. Чтобы ЧП прекратились, спасатели учат барнаульцев, как вести себя на воде и как помочь утопающему. Мария Мацаева продолжит. Берег Аби – дикий пляж за новым мостом. Купаться здесь официально нельзя, но кто запретит? Так рассуждают многие барнаульцы и семьями приходят на берега, где за отдыхающими никто не смотрит. Так и случаются трагедии. Буквально две недели назад, с последних наших сборов, лично мне пришлось спасать одного из членов нашей команды, пока мы сплавлялись по порогу девичьей. Алексей сориентировался в непростой ситуации и трагедии удалось избежать. Но так бывает не всегда. С начала года в Алтайском крае утонули 35 человек, четверо из них – дети. Как вести себя, если рядом с вами кто-то тонет, спасатели объясняли буквально на пальцах. Транспортировать его сзади. Первое, что сейчас делают спасатели, нужно удалить ему воду из легких. Все, перевернули, похлопали. Помочь можно из берега, используя бутылки или коряги. Другие действия, если у вас есть лодка. А почувствовать себя настоящим спасателем и помочь тонущему человеку мы отправимся с командой профессионалов. Задача свидетелей – быстро подплыть к тонущему, схватить под руки, поднять на лодку и сделать все, чтобы он задышал. Два вдоха, 30 нажатий. Но чтобы мамы и папы могли предотвратить трагедию на воде, спасатели настоятельно рекомендуют следовать простому совету. Ни в коем случае нельзя находиться в состоянии алкогольного опьянения у воды. Дети должны быть обязательно под присмотром. И немаловажный фактор – это должен быть оборудованный пляж, если вы приняли решение скупаться. Если уплывешь, то ты обратного пути уже не найдешь. Вас уже будут спасать. Вот они уже были такой жертвой. Только за прошедшие выходные в Барнауле утонули трое взрослых. Один в районе санатория Обь, еще двое в поселке Ильича. Спасатели призывают жителей быть внимательными к тому, где и как отдыхать этим летом. Мария Мацаева, Алексей Фризин. День с толком. Ядохимикаты добрались и до пчел Павловского и Локтевского районов. Об этом сообщают местные пасечники. Наши пчелы стоят на этих полях. Вот и до нас дошло. Вот он страшный. Страшный падеж пчел. Из-за обработки рапсовых полей на цвету погибло свыше тысячи пчелосемей в двух районах края – Локтевском и Павловском. Пчелы урожая лишились пасечники сразу четырех деревень. Напомним, смертельная география пчел расширяется практически каждый день. Так, в начале июля пасечники десяти районов края лишились в общей сложности двух с половиной тысяч пчелосемей. В ближайшие дни мы намерены побывать в Локтевском районе, чтобы лично оценить масштаб трагедии, а именно так происходящее называют пасечники, и посмотреть, почему гибели пчел невозможно избежать. А пока к другим темам. В Барнауле завершились курсы повышения квалификации для учителей, которые возглавят русские школы в Таджикистане. Обучение проходило на базе Алтайского педагогического вуза в рамках большого проекта Минпросвещения страны. В рамках него в пяти городах Таджикистана, в том числе столицы, строят пять школ. Открыть их планируют как раз к первому сентября. В этих учреждениях будут преподавать на русском языке и по федеральным стандартам России. Единственное отличие – дети будут изучать историю, географию и язык Таджикистана, но аттестат выпускники получат образца нашей страны. Русский язык очень востребован, очень престижен среди жителей республики Таджикистан. И родители детей понимают, что знание русского языка, и тем более обучение в русских школах, завершение русских школ предоставляет дополнительные возможности. Алтайский педвуз курирует этот проект. В Таджикистане сейчас работают школы на русском, но в новых учреждениях дети смогут получать российское образование и в том числе котироваться нашими СУЗами и ВУЗами. Добавим, что в рамках проекта директорами двух школ станут жители Таджикистана, еще двух – россияне, а глава пятой школы пока неизвестен. К слову, интерес к нашему языку уже проявляют и власти Киргизии. Сегодня в Барнауле завершилась смена для детей из ДНР. Дети провели на Алтае 10 дней, участвовали в мероприятиях, занимались с психологом, с ребятами пообщались и наши корреспонденты. Тут тихо, в горловки стреляют, там ужас происходит, а тут тихо, свежим воздухом пахнет. Десять дней тишины, но для подростков с Донецкой республики они показались целой жизнью – каникулы, которые и должны быть у детей. Вторую летнюю смену Алтайский край провел для юных жителей Донбасса. Действительно, мы, Алтай, находимся достаточно далеко от Донецка, и родителям, естественно, было очень тревожно отпускать ребятишек так далеко. По три дня на поезде они ехали. Но вот уже к середине смены, то есть через два-три дня после того, как они приехали к нам, уже родители поняли, что дети здесь в безопасности, что у нас интересно детям, и что дети заняты, и что с ними здесь все благополучно. И хотя дети отдыхали, каждый день был расписан. Экскурсии по территории края, например, на родину Василия Шукшина в Сростке, или мастер-классы в технопарке, а также занятия с психологом. Организаторы смены попросили не задавать детям вопросов о событиях на родине, слишком тяжелые воспоминания. Но перед специалистом подростки не закрывались. Сегодняшнее занятие – о работе в команде и о том, как справляться с трудностями и переживаниями. Проект предполагает не только образовательную программу, классическую, но и психолого-педагогическое сопровождение ребятишек. Потому что, во-первых, дети приезжают из разных школ и зачастую друг с другом незнакомы. Поэтому, естественно, проект включает занятия по адаптации, по знакомству. Ходили туда-сюда, туда-сюда, потом ездили, потом жарили картошечку, а потом зверей мучили. Запомнилось, как у нас вожатых украли. Мы уже бандита нашли, надо его арестовать, только осталось. Студенческая смена мне очень понравилась. Тут очень много друзей нашла новых. Мне будет очень сложно расставаться с вожатыми, с нашими учителями. Эта смена – последняя летняя. На ней побывало 49 детей. Следующую организаторы планируют провести в сентябре. Уже буквально на пятый день смены можно слышать о том, что дети не хотят уезжать. Некоторые уже плачут, прощаются между собой. Говорят, что не хотят покидать это место, не хотят покидать нас. И это, конечно, очень тяжело. Мария Мацаева, Алексей Фризин. День с толком. Бывшее здание Барнаульского планетария теряет, пожалуй, последние признаки светского строения. Сегодня там разбирают колонны, которые почти 70 лет держали надпись «Планетарий». На объекте трудится несколько рабочих. Они вручную разбивают уже поваленные на землю колонны. Напомним, в здании располагается крестовоздвиженская церковь. Ее настоятель Михаил Бень пояснил нам, что это очередной этап реконструкции. Снос колонн предполагался по проекту, по итогу которого храм должен вернуться к своему первоначальному облику. Сейчас, по словам настоятеля, работы начнутся и внутри здания, но церкви по-прежнему нужны благотворители, желающие помочь в реконструкции. Иначе восстановление может затянуться надолго. Бийск станет кофейной столицей России. Такое громкое заявление сделал путешественник из Санкт-Петербурга Александр Пластков, который намерен обойти 500 городов нашей страны. На днях он продолжил свой тур, но уже в обратном направлении. Мои коллеги встретились с Александром в Бийске, чтобы узнать его великие планы. Кофейного оборона России мы застали в традиционной для него атмосфере. За чашечкой горячего напитка и в приятной компании его новых знакомых – бийчан. Ведь теорию шести рукопожатий в связи с коронавирусом он заменил на новую – шесть чашечек кофе. Главное в этом деле – общение. Напиток здесь как предлог для того, чтобы завести разговор и приятно провести время. Мой любимый кофе – это «Американ с лимоном». То есть черный кофе с лимоном – чисто мужской напиток. Хотя многие женщины любят его. Наверное, от отца. То есть у меня отец все время пил кофе с лимоном. Я не понимал, как это – пить кофе с лимоном черный. Но потом попробовал. Советую всем. После небольшого подкрепления на дорожку путешественник отправился с нами на небольшую прогулку. Между делом он рассказывал о том, что после Бийска успел побывать в горно-алтайске. Там ему провели автоэкскурсию примерно на 40 километров. Наш же город успел обойти вдоль и поперек. Молодой человек гулял по знаковым местам старого центра, посетил местные музеи, алтайской духовной миссии и краеведческий. Приятно отозвался о местных жителях. Сплошной позитив. Главное – это люди какие-то какие. Понимаете, когда люди радуются, улыбаются, фотографируются с тобой. Это же самое хорошее. Вроде такая мелочь – фотографируются. А люди радуются искренне. То есть я рад. Значит, уже не зря идешь. Привет, город Бийск. Вы – будущая столица кофейная. Кстати, во время нашей прогулки жители города постоянно обращали внимание на Александра. Мьячане фотографировались с путешественником и желали счастливого пути. Мне показалось очень интересным, что в наш город пришел такой необычный человек, что он тратит свое время. Пожалуй, нет, не тратит свое время. Он живет, по-настоящему живет. Мне кажется, это классно. Домой Александр планирует вернуться только летом следующего года. Намерен отказаться от наземного и воздушного транспорта. В идеале планирует преодолевать дистанцию следующим образом – один километр бегом, 49 пешком. Но это еще ничего. Планы у нашего путешественника Наполеоновский. Александр планирует сделать Бийск кофейной столицей России. Объясняет это взаимосвязь Дюнаукограда с северной столицей. Во-первых, оба города основал Петр I. Ну а во-вторых, Санкт-Петербург является окном в Европу, а Бийск – торговыми воротами в Азию. Спасибо Бийску за госприимство. Сейчас я отправляюсь в свой турне через 100 городов Петербург, где я везде расскажу о том, что Бийск – кофейная столица России. И каждый из вас может мне очень помочь, просто попив кофе, выложив фотографию в соцсетях с хэштегом «6 чашечек кофе». Пить Бийск – кофейная столица России. Планируемая дата проведения челленджа – 1 июля следующего года. Ну а пока Александр убежал, чтобы вернуться к нам снова. А сейчас мне пора, так что давайте. Болейте за меня, вы лучшие. Алена Кисеева, Иван Заблицкий. День с толком. На этом у меня все. Спасибо, что остаетесь с нами. Очередной выпуск нашей программы завтра в это же время. Я напомню, телефон нашей редакции – 205-545. Ну а через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok